Шауатов! Всем хорошей недели! Наша недельная глава Пинхас. Она тесно связана с прошлой недельной главой Балак. Ну, каким образом? В прошлой недельной главе мы учили, что когда евреи подошли к царству Медянитян, там царем был такой Балак. Это был известный маг и колдун. И для того, чтобы попытаться навредить евреям, то есть победить их, он еще призвал еще одного более могущественного колдуна Беляма. И они пытались что-то придумать. Но ведь евреи такой народ, который не подвержен никаким силам колдовства, если только этого не допустят Всевышний. И тогда Белям, зная весь механизм духовной работы этого мира, он сказал, что нужно делать Балаку. То есть он предложил, чтобы его красивые девушки соблазняли евреев и таким образом под этим соусом, чтобы евреи поклонялись ихним идолам. Вот. И это сработало. То есть Медянские девушки и Мавитянские девушки, они как бы зазывали евреев, предлагали им, ну что они могут предложить, вот, свои как бы прелести, но для этого нужно было поклониться идолам. Вот. И в частности был такой идол Бальпиор. Вот. Поклонение к нему сводилось к тому, что на него нужно было, извините меня, испражниться. Вот. Ну вот так вот это у них работало. И гнев Бога возгорелся на евреев, и как бы начался мор сильный. Начался мор, и в этот момент один из вождей евреев, Зимри, он прямо на глазах у всех мавитянскую принцессу пригласил к свой шатер и вошел туда, в этот шатер. И как бы увидел это Пинхас, и возгорелся его гнев на это. Он взял копье, зашел, и убил их обоих. Убил их обоих, и мор прекратился. И Всевышний сказал, что вот Пинхас остановил мой гнев, и как бы я заключаю с ним союз. И Пинхас стал Коэном, священником. Вот. Ну, все мы знаем, что недельные главы, наша святая Тора, она говорит не только о том, что было, а то, что есть. Вот. Ну, чему это нас учит, это все. Вот. И что, допустим, мне приходит на ум. Ведь, смотрите, сейчас, да, очень модно и популярно вот эти вот ЛГБТшные парады, вот эти гей-парады, вот, по всему миру, да, и тем более, ну, даже в святых местах, в Израиле, в Иерусалиме. И что мы видим? Наступает мор, да, вот, вот, всякие локдауны и все такое. То есть, я считаю, что это, ну, напрямую связано. И, к сожалению, к сожалению, в этом мире сейчас есть вот очень могущественные, как я думаю, вот такие балаки и белямы, которые, ну, заставляют, заставляют вот это все работать, чтобы вот это вот все происходило. Ну, с Божьей помощью найдется Пинхас, который это все остановит. И я надеюсь, скоро придет Машиах, который тем более все это остановит. И все будет хорошо. Ну, еще раз, чему нас учит это? Вот, я прочитал в одном месте, что в каждом человеке надо в своей душе, каждый человек должен найти Пинхаса, который будет родить за Всевышнего. То есть, злое начало, оно постоянно нас куда-то толкает, да? То есть, постоянно будет находиться какая-то мавитянская принцесса, да? Которая будет пытаться нас уводить в сторону, чтобы мы делали какие-то нехорошие вещи. И надо найти в себе вот этого Пинхаса, который будет убивать это злое начало в себе, и тогда с Божьей помощью все будет хорошо. Ну, что еще сказать можно? Сегодня пост, кто соблюдает его, вот, те соблюдают. Ну, кто не соблюдает, в дальнейшем, я думаю, будет соблюдать. Это, но тоже очень важно. И это тоже, я думаю, приближает приход Машиаха нашего освобождения. И хочу пожелать еще раз всем хорошей недели, кто постится легкого поста. Шавуатов! Субтитры